Мы, наверное, первые сегодня вышли перед вами. Уважаемые господа, мы сегодня представляем комиссию общественного контроля президента. Чтобы вам было понятно, в чем суть нашей сегодня пресс-конференции, мы получаем очень много с разных источников всевозможной информации разного абсолютно направления. Нам поступают заявления и в письменной форме, и в устной. Некоторые просят встречи строго зашифрованной, чтобы было, чтобы никто не знал и так далее. Мы никому не отказываем и идем на любые контакты, какие бы они не были законспирированы. Хочу вам официально заявить, что столько информации, сколько у народа и насколько осведомленный наш народ, не имеет такой подробной информации ни одна государственная служба, ни правоохранительные органы, ни СИС, ни другие структуры. Естественно, что мы, как представители комиссии, мы реагируем на любые информационные документы, на любые абсолютно звонки и встречи, которые мы считаем, что они представляют интерес для общества. И наиболее важные, наиболее значимые документы или информацию мы представляем обществу и в то же время докладываем один раз в две недели президенту. Сегодня мы вам представляем информацию, которую нам передали. Мы считаем, что эта информация должна быть доведена не только до общества, но и до политиков, потому что сегодня противодействие, которое активизировалось в канун предвыборной кампании, видимо, вскружило голову нашим политикам. Некоторые, мы информацию вчера предоставили в социальных сетях, некоторые наши граждане считают, что это сегодняшнее заявление, это наша провокация. Ничего подобного, чтобы все поняли раз и навсегда. Мы не провоцируем и мы предоставляем только ту информацию, которую мы получаем для того, чтобы общество сегодня не дремало, а чтобы внимательно относились к любой диверсии, любой провокации, которая будет запущена на том или ином мероприятии. Вы знаете, что где-то 24 сентября президент объявил о том, что будут проводиться мероприятия в качестве поддержки главы государства, либо это будут протестные какие-то движения. Но суть в том, что мы получили довольно-таки странный сценарий, который предполагается использовать именно в тот период, когда президент позволит себе возглавить мероприятие на площади Великого национального собрания. Есть много сегодня провокаций, которые толкают президента на то, чтобы он возглавил протестное движение против парламентского большинства, против политики правительства. И, естественно, все люди и все человеки, президент это не робот, у него тоже есть эмоции, у него такие же живые клетки, естественно, что нервы от такого напряжения иногда сдают. Мы хотим вам напомнить, что подобный сценарий был у нас спланирован и 7 апреля 2009 года. Я являлся членом официальной комиссии по расследованию тех событий. У меня до сих пор хранятся все материалы расследования, которые я проводил в составе этой комиссии. И можно сказать и заявить следующее, что 7 апреля, когда были организованы манифестации, обошлись без человеческих жертв только благодаря одному человеку – президенту в то время Владимиру Воронину. Я вам делал официальное заявление как член комиссии. Такой же сценарий произошел и на Украине. Там политики несут полную ответственность. И вы знаете, чем закончилось в Киеве, где сотни людей отдали жизни. Погибли не дети политиков, погибли не внуки политиков, погибли обычные простые люди. Мы очень опасаемся, что такой же сценарий может произойти и в Молдове. На сегодняшний день президент, избранный сегодня всенародным или большинством избирателей, стал неудобным для тех, кто активно участвует в геополитических войнах. Сегодня практически со всех сторон у президента одни вражеские настроения. Это, как ни странно, мы, допустим, комиссия, очень активно сотрудничаем с правительством, сотрудничаем с министерствами, и они нам очень активно помогают и содействуют в расследовании, которое мы проводим. Но в последние дни то, что сейчас началось с вооруженных сил, где армия не выполнила указ главнокомандующего, после этого последовали, я вам скажу так, военным языком, агрессивные действия против главы государства, против главнокомандующего. Армию задействовали в этих политических играх, что это очень чревато. Я не исключаю, что кто-то вытащит из ножен оружие и может запустить. Следует только прозвучательному выстрелу, и потом мы не остановим. Сценарий планируется таков. Президент выводит людей на митинг. 40-50 человек, которые будут заранее подготовлены, должны будут увести толпу, естественно, спровоцировав, в такой же сценарий, как был 7 числа, к захвату парламента и правительства. Все будут, естественно, на эмоциях, и мы не исключаем, что определенная часть участников этого собрания может быть спровоцирована этой группой лиц. Если же в 2009 году президент Воронин дал команду полиции оставить, вы помните, парламент без охраны и полиция строем вышла и оставила парламент на растерзание, то на этот раз мы знаем, что президент не имеет никакого юридического права и юридической возможности давать указания полиции. То есть полиция будет сегодня выполнять указания только правительства. Мы не можем сейчас предоставить информацию, кто из наших политиков будет возглавлять это антипрезидентское движение. Но мы из того материала, который мы имеем, мы подозреваем, что это будет организовано извне. То есть это будут зарубежные эмиссары, которые будут управлять этим хаосом. На сегодняшний день президент Молдовы является очень неудобным главой государства для прозападных политиков. Естественно, что его жесткая политика, неумешательство в геополитические войны не устраивает никого. И мы хотим обратиться к нашим политикам правительству, в том числе к парламентскому большинству, прислушаться к той информации, которую мы предоставили. Мы обращаемся к президенту, чтобы все остыли, не пороли горячку, действовали в рамках закона. Потому что если эмоции выйдут за пределы управляемости, то, возможно, на очередном митинге протеста, где, если будет участвовать и президент, могут произойти непредсказуемые события. Я президенту еще об этом не докладывал, но мы решили, что мы сегодня проинформируем все общество, и в том числе должен взять во внимание и сам президент. Можете это принимать, можете не принимать эту информацию во внимание, но я хочу напомнить всем 9 февраля 2013 года, когда мы на пресс-конференции объявили о том, что банки готовят к уничтожению 36 миллионов рублей, ежедневно выводят с банков. Никто не поверил, закончилось тем, что мы вам говорили. В августе 2013 года я вас предупреждал о том, что против ассоциации Молдовы Мя, которую я возглавлял, готовятся акции. Осенью будут обыски, меня арестуют. Тоже никто не поверил. Летом 2015 года я тоже вам публично здесь объявил о том, что осенью Филат будет арестован. Тоже никто не поверил. Так вот, я не предсказатель, но если мы выходим публично, что-то говорим, то все службы, государственные учреждения должны быть сегодня очень и очень внимательны. То, что сегодня заигрались все, и то, что сегодня могут все быть соучастниками жертв, мы сегодня официально об этом всех предупреждаем. то та схема, тот план, который удался в Киеве, тот план в 9-м году, 7-го апреля, который не полностью удался в Кишиневе, он может повториться у нас в Кишиневе сейчас в год предвыборной кампании. Если, мои коллеги, есть что добавить, пожалуйста, потом приступим к вопросу. Ну, если позволите, Юрий Вердиш, член комиссии. На самом деле информация по поводу возможных провокаций, она приходила и раньше, эти сценарии рассматривались не только в этом году, но и раньше. Перед резидентскими выборами, еще до местными выборами, но, по крайней мере, видимо, не было ни отмашки, либо не было, так скажем, политической воли тех людей, которые заинтересованы в дисципализации обстановки в стране. Поэтому я, как член комиссии, на самом деле призываю к осторожности и внимательности. Также хотел бы добавить, что возможны провокации в виде вплоть до физического насилия первых и вторых лиц политических организаций и общественно-политических организаций, которые активно занимаются сегодня правозащитой. То есть, грубо говоря, не обязательно первых партий больших, но более мелких политобразований. К сожалению, для этого тоже существуют тревожные знаки, тревожные моменты. И последнее. Господа, сегодня в 15.00 у нас создаётся официально первое заседание, где будет рассматриваться два вопроса. Первый вопрос – это заслушивание председателя Олимпийского комитета Молдовы, который подозревается в коррупции и мошенничестве. И сегодня мы будем заслушивать всех спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх, которые обратились письменно к нам в Федерации спорта. И второй вопрос – мы объявили об этом, и что ещё раз я объявляю, мы начали процедуру рассмотрения или расследования кражи века, о котором мы так много говорили. Сегодня мы обсудили уже все вопросы, кто будет приглашён, и мы объявим свою точку зрения, вынесем свой вердикт, кто за этим всем стоял. Если есть вопросы, пожалуйста. Шандровская, Светлана, общественное движение «Хочу жить в Молдове». Я вам присылала на Фейсбуке вопрос, но вы не посмотрели, не ответили. Мне просто интересно знать. Пришла информация в прессе, что партия Плохотнюка заключила, в лице Плохотнюка заключила какой-то своеобразный договор с политической организацией «Правый сектор» на Украине. Чем она славится, всем известно. И вот мне интересно, лично ваше отношение, отношение президента к этому, как это вообще могло произойти, и что за этим стоит, чем это может закончиться для Молдавии и для населения в том числе. Что произошло благодаря «Правому сектору» мы все видим, что произойдет в Украине? Я могу вам ответить. Значит, какая позиция президента, я думаю, что он сам ответит. Потому что я выскажу свою точку зрения, сходя из той информации, которую я имею. Значит, я не видел этого соглашения. Но если оно есть, я не исключаю, что между Демпартией и в данном случае президентом Порошенко существуют какие-то договоренности. Они могут письменные быть, они могут быть и не письменные. Но исходя из того, что сегодня мы наблюдаем, я считаю, что Демпартия сегодня во главе с Плохотнюком, они имеют тесные отношения с Порошенко. Это факт. Какие у них договоренности, я не имею такой информации. Но я знаю одно, что сегодня президент уже довольно-таки значительное время пытается организовать встречу с соседним президентом и Украины, и Румынии. Однако до сих пор ведутся переговоры, нужно ли проводить встречи не со стороны президента Молдовы, а со стороны президента Украины. Очень много противников, которые сегодня ни в коем случае не позволят, чтобы состоялась эта встреча. Даже если она будет просто ни о чем, но одна встреча уже будет представлена обществу как дружеские отношения лично с Додоном. А они это воспринимают, что Додон сегодня пророссийский президент. И естественно, что и Демпартия сама не заинтересована в том, чтобы были личные контакты между президентом Молдовы и президентом Украины. Это мое мнение. Пожалуйста, еще вопрос. Вы сейчас сказали, что у вас есть информация. В чем эта информация заключается? Откуда она, если не секрет берется? Значит, если вы показали туда, значит, оттуда информация пришла. Следующий вопрос. Скажем, что цель провокации этих, которые вы получили в 2014 году? Что? Цель всех этих провокаций, которые вы получили в 2014 году? Ну, я вам уже сказал в самом начале, сегодня президент Додон избран не парламентом. Вы понимаете, если он избран не парламентом, если бы было... Сегодня, представьте себе, выборы, проведенные президентом парламентом, то Додон бы не был избран. И вообще неизвестно, что бы там было. И, естественно, что Додон избранный сегодня всенародным голосованием, он не устраивается своей даже не только внутренней, но и внешней политикой. Дело в том, что президент сегодня придерживается жестко тех статей, которые существуют сегодня в Конституции. Полный нейтралитет. Что? Я об этом сказал президенту, сегодня скажу публично. Он сегодня сидит на... Знаете, есть такая русская сказка про избушку на курьих ножках. Знаете, да? Так вот, с одной стороны Запад, с другой стороны Восток. Президенту Молдовы приходится крутиться в этой избушке и ни в коем случае не останавливается. Кушать на ходу, извините, писать, какать на ходу, но ни в коем случае не останавливает вот эту избушку, которая крутится. Потому что и те, и те требуют сегодня, чтобы господин Дадон остановился, перестал вращаться и кому-то обязательно, чтобы повернулся задом или кому-то передом. Конечно, при таком жестком нейтралитете, который он сегодня придерживается, это невозможно. У нас на сегодняшний день настолько жестокая политика, при которой ты должен выбрать, с кем ты. А если я не хочу ни с кем воевать, я не хочу ни с кем граждовать, я хочу жить со всеми в мире, а сегодня так вопрос не стоит. Сегодня ты должен определиться. Поэтому в этой части он неудобен. И насколько ему удастся выдержать такую политику нейтралитета, очень сложно сказать, потому что он такой же человек, такой же эмоциональный, как все мы. И, естественно, он подвергается очень жестокому прессингу. Еще вопрос. Как есть исходы? Вернули от заплаты у вас в обеспечении и вентуале провокации? Я вам только что сказал. У нас есть источники, которые мы никогда не обнародуем. Есть человек, который может сказать, прийти и сказать, я вот не боюсь, я вот написал заявление. А есть люди, которые в силу обстоятельств, то ли это представители правоохранительных, то ли это представители других государственных органов. Поэтому мы всю информацию собираем, и мы считаем, что любая информация имеет быть сегодня правом для внимания. Предупреждать нужно все. Есть такая работа, профилактическая называется. Поэтому мы сегодня обращаемся не только к правоохранительным органам, мы обращаемся сегодня и к политикам, потому что порой они заигрываются, и они теряют контроль. А когда они потеряют контроль, может случиться то, что произошло всем нам известным в Киеве и Майдане. Господа, есть вопросы? Есть еще у меня вопрос. Да, пожалуйста. У нас существует служба СИБАН, как он называется. СИС. СИС? Да. У нас как-нибудь космоса СИБАН. Мне всегда было интересно знать, почему у нас, например, на площади национального собрания выставлена палатка. Была, да? Несколько месяцев стояла. С румынским флагом. А вы имеете в виду возле камня охраны? Да, да, да. С румынским флагом. Рядом на флагштоке висит наш государственный флаг республики Монтога. И при этом никто, приезжие задают вопросы, что мы делаем у вас на площади, почему это допущено? В допущенах. А СИКУ, ну, понятно, что это не граждане румынского, но флаг такой чужого государства для нашей страны. Почему такие вот вынесительные поступки совершаются без наказа? Ну, я из такой же крови, из такого материала, как и вы. Я тоже имею личную позицию в отношении этого. Сейчас я вам скажу, я как бывший военный для меня закон и устав это всегда было основным противорителем. Я не могу понять, есть решение Конституционного суда по этому поводу. Так, значит, оно обязательно должно быть исполнено. Для меня вопрос, почему до сих пор ни одно правительство не выполнило решение Конституционного суда? Вопрос. Для них. Как вы видите, все они как будто зашиты в них рты и все избегают ответа на этот вопрос? Для меня это очень подозрительно. Для меня очень подозрительно то, что сегодня в Конституционном суде ну, я задаю вопрос на вопрос. Вы можете назвать хотя бы одно государство, где в Конституционном суде граждане другого государства? Я хотела особенно в Конституционном суде, чтобы люди были с двойным гражданством. Они присягают кому? Они одновременно присягают двум государствам. И дивиденды получают и оттуда. Оттуда не имеет значения какие, но факт то, что они в любой момент могут сдать одну из стран. То ли они сдадут Румынию, то ли они сдадут Молдову. Это зависит от их решений. Поэтому некоторые решения, которые они выносят, я считаю, что они предательские для нашей страны. То есть они сдают Молдову. Вы знаете последнее событие, когда президент, моей точки зрения, сделал очень правильно. Президент праве спросить народ, как народ думает. Если в Швейцарии каждое село, так грубо говоря, референдуме обсуждают дерево, вот растет, как его передвинуть? Обсуждает все село. У нас важные для меня в всяком случае вопросы, которые поставил президент, очень просто. и он имеет на это полное право, и больше того, народ должен больше требовать этого. Спросите нас, почему нас никогда на протяжении 26 лет не спрашивают. И Конституционный суд признал это незаконным. Я не юрист, но я прожил почти 60 лет на этой земле бурной жизнью. Для меня это непонятно. Мне больше того непонятно парламент. Хорошо, президент сегодня ограничен каких-то полномочий. Да, мы видим. Мы даже видим, когда Майя Санду помогла правящую режиму, тогда успели отобрать еще несколько моментов у президента. И когда мне говорят, что Майя Санду кричкует Плохотню Кра, и слушайте, мне эта игра уже смешно на это все смотреть, и кто должен принимать решение в отношении Конституционного Суда? Парламент. Кто сегодня управляет парламентом? Демпартия. Вопрос справедливости. А с каких соображений Демпартия управляет страной? Извините, 17% было на выборах. Кто имеет больше морального права сегодня представлять интересы народа? Я считаю, только президент. Потому что если мы говорим, что у нас парламентская страна, тогда я задаю вопрос, а почему сегодняшний парламент изменился в составе? А где 24 человека у коммунистов? А их нету. Владимир Николаевич и 4 или 5 женщин гарема. А где остальные? А где 26 или 25 либерал-демократической партии, которые были избраны в парламенте? Их тоже нет. Все перебежали. Вот эта политическая проституция, которая присутствует в парламенте, она является самым главным вражеским будем говорить субъектом, который поломал у нас в стране все понятия. Есть у нас законы, нету законов, есть конституция, нету конституция. Но тут можно парламент хайить сколько угодно, плевать его в сторону тоже сколько угодно. Но виноваты кто в конечном результате? Избиратели. Мы избирали. Извините, после того, когда банки ограбили 30 ноября 2014 года, кто избрал тех же самых, кто были виновники воровстве банк. Мы избиратели. Я не говорю конкретно, я или вы? Мы опять же. Поэтому вся проблема в том, что у нас общество не умеет консолидироваться и очень легко поддаются на провокации, которые запускают политики. Вы сейчас увидите перед выборами, как нас будут кромсать. Нас будут кромсать так, что мы даже сами не заметим, какой лодки мы оказались. Вы ответили сразу на три мною не заданных Я сразу понял, что... Я еще последний задам вопрос. Я как чисто пожелаю. Это интерес, я думаю, очень многих и мужчин в том числе. Почему у нас за столько лет существования уже как бы самостоятельного, суверенного государства ни у кого из министров образования и у политиков в первую очередь. И возник вопрос, почему у нас в системе школьного образования нет такого понятия, как воспитание патриотизма. Почему? Почему у нас выходит молодежь, которая, поверьте мне, не дай бог, если вдруг начнется война, никто ведь за знамя Молдовы жизнь не положит. Это уже доказано. Я могу только с вами согласиться, потому что буквально порядка двух недель. Мы занимались, если вы в курсе, мы занимались обращением в лицея, и я общался в течение двух недель в большей степени не только с родителями, но и с учениками. Это 10-11, 11-11 год. Меня поразило вот в этом прямом контексте скажу вам. Знаете что? Это пофигизм молодежи. Спросите, что такое патриотизм? Он на вас будет смотреть очень удивленными идиотскими глазами. Для него сейчас главное это деньги. Материальный интерес. Все. За деньги сегодня продадут мать родную. Это мы были воспитаны в времена Советского Союза и меня как военного тогда дрессировали убийцу. Меня делали убийцу. Меня делали такого робота, который должен по команде отдать жизнь. Меня этому учили. А я смотрю сегодняшнюю армию о чем говорить? Кто больше заплатит то мы будем служить. Сегодня стали если в тот период наверное ценностью была родина да мы могли поделиться куском хлеба друг с другом все объединиться под ситуацией когда угрожает опасность нашей родине то сегодня этого не будет. Я вам скажу больше один человек может захватить всю Молдогу с деньгами придет все скупит и все разбегутся остальные. Я не знаю может быть это время такое несложно объяснить но я этим толкнулся. Я просто могу еще добавить просто Федор Васильевич вообще-то на прошлой конференции пресс-конференции как раз посвященной системе образования ситуации с лицеем мне было заявлено что на самом деле вот та система образования которая у нас есть это именно замедленного действия геноцида собственно нашего народа почему? Потому что именно система образования эти учебные программы они насквозь исключают вот эти развитие этих понятий как патриотизма честности каких-то духовных ценностей вот к сожалению да совершенно верно это все материально и на сегодняшний день вопрос вот там девушки господинки о которой почему может быть произойти эти провокации это опять же мы возвращаемся к вопросам о деньгах то есть те люди которые на сегодняшний день владеют финансовыми средствами потоками в республике Молдова те так называемые олигархи знаете в маленькой республике Молдова несколько олигархов откуда для нашей страны так? эти люди никогда самостоятельно власть не поэтому отсюда все исходят я вспомнил добавлю вам меня вообще интересует один вопрос я украинец так мама сказала мама лучше знает кто хотя некоторые меня называют евреем не имеет значения в любом случае я радикально литерный солист но меня опять же это принцип патриотизма на основе которые я был воспитан я задаю часто всем вопросам всем молдованам один вопрос я украинец а вы молдаване почему вы так легко отдаёте свою страну мне просто интересно объясните мне чтобы я просто понял потому что я допустим или понял как хотите понимать я вас не понимаю вы молдаване пришли вам говорят твой язык уже не молдавский твой румынский и вы легко отдаёте второй вопрос вам говорят вы не молдаване и штефан тоже не молдаван хотя мы историю читаем совсем другую вы румыны опять молчат абсолютно вы что думаете хоть один мог не ответить абсолютно ничего мне кажется пусть на молдаване на меня обижается что видимо за сотни лет может быть постоянно быть под кем-то то по турками как огонь и говорят под румынами под россией так далее может быть у них в генах выбили вот этот ген любви к родине я не знаю но я нигде в мире такого не видел чтобы так легко отдавали свою землю свою нацию свой язык вы извините меня я уже даже и порой не знаю как правильный язык называть молдавский или румынский называешь вот так беседе молдавский язык он не говорит это румынский язык уже перестраиваюсь говорю румынский а мерит я не у вас это молдавский мать вашу разберитесь конце концов я считаю что в стране где процветает коррупция никто не может воспитать в человеке патриотизм потому чтобы ты не можешь любить ту страну для тебя побирают и ты опять ты обязан платить за твое обучение даже в школе в садике и так далее вот здесь кроется я считаю как бывший преподаватель я считаю что здесь кроется вот именно корень зла о воспитании патриотизма у молодежи а родители сами виноваты да смотрите вы обвинили сегодня молодое поколение в том что они ищут только деньги винуточку вы пожалуйста не пытайтесь меня спровоцировать я не обвинил я представляю что это сейчас для них главное не хорошо внимательно следить до суши у них берет они не берут пример с политиков которые сегодня мы хотим в россии завтра хотим в румынию а послезавтра я буду говорить все что угодно потому что мне тоже извините нужны деньги эти дети берут пример с этих политиков знаете я долго думал над этим вопросом скажу вам собственные мысли как можно убить у людей патриотизм наверное самый удачный метод нашли у нас молдове довести людей до нищеты и когда перед человеком стоит вопрос перед семьянином отцом семейства на какую сторону переплыть чтобы вырасти детей а при этом дети все видят и наблюдают и когда они видят что с телевизионных ящиков говорит одно а на практике совершенно другое они в отличие от нас более совершенные они четко понимают что сегодня управляет миром деньги и для того чтобы управлять каким-то определенным участком каким-то определенной группой нужно иметь деньги и они плевать хотели на все эти великие патриотические теоремы и философии они понимают что как мне я скажу честно мой сын покинул страну и заявил мне одну фразу отец когда тебя арестовали а мы знаем что ты семьей не занимался ты всегда кого-то защищал а мы были для тебя на последнем месте я так жить не хочу и в нем патриотизма никакого тринадцатом году убили патриотизм но я не могу никак сломаться а моим детям убили они не хотят жить так как я живу они правы или не правы я не выношу вердикт никакой я так как и все каждый родитель говорит своим детям ребята выбирайте тот путь при котором вам будет хорошо но я не упоминаю ни слова о патриотизме там где вам будет хорошо по-моему это желание любого родителя пусть хоть в африке лишь бы они были счастливы я пришел такому заключение вопросы еще спасибо всем